Привет дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на аккаунте Димас и ребята, это третий миллион золота за месяц. Дима, ты просто пушка, серьезно ребят, кто подписан на мой канал, были до этого, они следят за хронологией выхода моих видосов и это уже третий раз я трачу миллион золота на аккаунте Димас. И месяца не прошло, это уже третий лям, просто молодец. Естественно ему помогли испытания, которые за 20 побед он получил 250 тысяч золота и за испытания, которые было вот на днях, где за 12 побед он получил 70 с лишним там тысяч золота. Ну и плюс он постоянно катает гранды, соответственно этот миллион ему фармился проще, ему все равно ребят, лям золото. Если вы тоже хотите фармить золото, покупать леги в магазинах, но у вас нету денег донатить гемы в игру, ребят, заходите на сайт ClashKings, там скоро будет новогоднее обновление, новогодние сундуки, скидки, акции, открывайте кейсы, пополняйте свой баланс, выводите деньги и донатьте в игру по очень доступным ценам. Ссылочку на этот сайт я оставлю в описании. Ну а мы теперь ребят, давайте перейдем к теме ролика. Вы наверное уже все в курсе, что скоро будет обновление, вот буквально наверное сегодня даже, может быть, я не знаю когда оно будет, честно не слежу. Но я не выпускал специально видео отдельное по этому поводу, потому что уже всю информацию слили, будет два новых юнита, новая арена. Я так, немножко ребят, отойду от темы ролика. Так вот, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если тоже ждете это обновление. Я ребят вам много покажу, разных колод, обзоров мы снимем обязательно, испытания будем вместе с вами проходить. Обязательно подписывайтесь, будет много разнообразного контента с этой обновой, также будут новые сундуки, которые я буду естественно донатить, открывать. И возможно на новый год я сделаю какую-то акцию, и бесплатно буду донатить своим подписчикам на открытие разных сундуков. Поэтому подпишись и поставь лайк обязательно, и на колокольчик нажимай. Ну а теперь давайте перейдем, ребята, к трате золота. Значит смотрите, Димас мне составил вот такую вот деку, и сказал, что все карты, которые в этой деке, желательно прокачать. Ну что ж, Димас сказал, я сделаю. Давайте тратим 100 тысяч золота на летучих мышей. Так, отлично, дальше мы тратим золото на, так, на стрелы. Дальше мы тратим золото на зап. Это три карты, которые он обязательно сказал прокачать. Три комнатки. Все остальное он сказал, слит на арарки, эпики и леги. Смотрите, я ему кстати легендарку выбил, бревно на четвертый уровень. Не помню с какого сундука, если вы помните, напишите в комментариях. Но я помню точно, что я Димасу выкинул четвертого, ну последнюю карту, недостающую до четвертого уровня бревно. И вот мы его прокачали вместе с вами на видос. Так, кстати, помните, я говорил, что последний лям, который мы будем тратить, ну не последний, точнее, я имею в виду следующий, что он прокачает Хога до 11-го. Но не хватило ему немного, видим, да? Но я думаю, что следующий лям, а я уверен, что он будет, я думаю, уже будет 11-й Хог. Поэтому, ребят, ну поднажмем, давайте поддержим Диму. Ну что ж, все, мы прокачали то, что он просил, теперь давайте прокачивать Эпики, Рарки и все тому подобное. Блин, мы уже... Стоп, полмиллиона золота уже слили, лол. Так, ну слушайте, Торнадо я не буду прокачивать, давайте посмотрим, что еще здесь есть. Смотрите, я составил еще такую колоду, ну давайте Торнадо однозначно прокачаем, это популярная карта очень. Так, что здесь у нас еще есть? Так, ну а теперь погнали смотреть, что ему надо. Ну вот это надгробие, он поставил его, наверное, просто так, в колоду. Он мне говорил прокачать только 3 комонки, а все остальное слить на свое усмотрение. Это стрелы прокачать, зап и летучих мышей. Все остальное, как бы, я прокачиваю то, что, на мое мнение, сейчас актуально и играбельно. Кстати, скоро будет изменение баланса, поэтому колоды немножко поменяются. Гоблинскую бочку прокачивать не будем, потому что гоблинская бочка рип, и я очень рад, что этот спеллбейт уже не будет встречаться на аренах. Я надеюсь, вы тоже рады, хотя, возможно, и нет, вы больше, наверное, бомбите от элитных варваров. Ладно, давайте прокачаем леги, ребят. Леги это, конечно, святое. Давайте прокачивать леги, тем более скоро еще будет новое лего. Так, отлично. Все леги мы прокачали, а вот еще ведьму забыли. У нас осталось 420... 400 тысяч 22... Не, 400 тысяч... Не, да, 422 тысячи золота. Вот. Так, давайте... Так, гигантского скелета не будем мы трогать. Армию скелетом тоже не будем трогать. Зеркало я не знаю. Давайте по раркам пройдемся. Слушайте, ну мне кажется, что можно прокачать дудца. Но все-таки... Ой. Все-таки дудец иногда в колодах встречается. Давайте посмотрим, что тут из коммонок такого у него не прокачано, которое популярно. Ну, можно, в принципе, огненных духов. Но я думаю, что вряд ли он будет с ними пользоваться. Ими играть, точнее. Вот, а поэтому 100 тысяч золота я не хочу просто так сливать. Ну, хоть золото и не мое, но мне его реально жалко. Коргига мы не будем трогать. Можно печку. Блин, такое, знаете, тут осталось. О, Инферно. Хотя Инферно там вроде бы тоже скоро на какой-то обнове что-то там должны пофиксить. Я, честно, не следил, ребят, за сникпиками, за обновлениями, за информацией последней. Могу, ребят, в чем-то ошибаться, поэтому... А, кстати, мы ему 13 уровень в этом видосе так, походу, и не проапаем. Ладно, давайте прокачивать эпики. Давайте, ну, все-таки придется апать армию скелета, потому что самые такие карты, которые недорогие на данный момент. Давайте все-таки прокачаем тамбу. Немного золота надо на тамбу. Все-таки он в эту колоду поставил, мало ли, вдруг она ему нужна. Так, осталось, смотрите, 6 с лишним тысяч опыта. Не, на 300 тысяч золота этого не хватит, слушайте. Ну, давайте попытаемся, попытаемся прокачать. Так, клон спелл, рейдж. Нет, прокачаем сначала вот этого персонажа, прокачаем фриз. Нет, ребята, походу, нам не хватит. Давайте ведьму прокачаем еще. Так, я вроде бы... Ну, давайте, ладно, рейдж. Клон спелл. Просто есть и 13 уровень. Ну, походу, не хватит. Я просто изначально не посчитал. Давайте еще зеркало тут осталось. Так, отлично. И еще немного осталось Диме. 3000 опыта. Так, ну, давайте смотреть. Давайте смотреть, что мы можем еще прокачать. Вот, а потом сходим в онлайн-каточку, ребят. Не расходимся. Так, давайте еще хижину гоблинов. Так, смотрите, осталось совсем немножко. Колдун. Валькирия. Так, валькирия. И летучка. Итак, у нас остается 2000, а нет, больше, чем 2000. Давайте еще смотреть, может, что-нибудь пропустил. Вот, 8000 золота еще потратить можно. Вот, еще 8000 золота можно потратить. Вот, еще 8000 золота. Так, и, ребятки, да, 13 уровень, мы ему прокачаем. Еее. Так, давайте посмотрим, какую карту прокачать ему сейчас. Печку. Ну что, прокачиваем печку и 13 ловел ап. Так, и хватает опыта? 400 опыта? Хватает, парни. 13 уровень. Па-ба-бам. Я поздравляю Диму с тем, что он взял 13 уровень. Давайте по необходимости докачаем какие-то карты, которыми я думаю, что он будет пользоваться. Вот, мы еще вот хижину, видим, пропустили. Я не знаю, ребят, вы, может быть, в комментариях там бы уже написали. Я вот хотел бы, чтобы ты это прокачал, а ты это не прокачиваешь. Здесь я вроде бы все, да, прокачал. Так, фриз пропали. Так, ну давайте все-таки я прокачаю ему огненных духов. Потому что огненные духи все-таки с хогом неплохо заходят. Ну и у нас осталось сколько? 96 тысяч золота. Давайте их потратим. Так, 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 так. Давайте их потратим. На что только? Ой, блин, сложно, сложно. Все остальное у него уже прокачано, то, что надо. Так, ну давайте печку. Вот все-таки печку хочу прокачать. Осталось 76 тысяч золота. Что тут, по командкам я уже ничего не смогу, да? Значит, давайте, значит, 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 блин. Ну честно, сложно. Ладно, я отхожу вокруг да около. Ну давайте все-таки прокачаем гоблинскую бочку, армии скелетов. Ну куда же без этих карт? И осталось 36 тысяч золота. Ведьму прокачать, пушку, либо темного принца. Честно скажу, не знаю, не знаю. Давайте темного принца. Все-таки он более такой популярный. И осталось 16 косарей, ребят. Ну их я не знаю куда слить. Давайте пооткрываем сундуки. Тут у него еще на аккаунте, возможно, сейчас еще выпадет лего, не дай бог. Хотя почему? Не дай бог, пускай выпадет. Так, давайте посмотрим. Пока не вижу, пока не вижу леги. И нет, не будет. И тут квесты какие-то. Бесплатный сундук. Пам-пам-пам. Не, леги нету. Так, дальше смотрим, что у нас тут. Все. В принципе, все, да. Осталось 18 тысяч золота, ребят. Ну пускай. Я не знаю просто куда их тратить. Я уже все здесь прокачал ему то, что надо. И я его поздравляю с тем, что он уже 13 левел. Вот. Давайте в одну каточку сходим, да, в онлайн бой. Посмотрим, что получится. Если я проиграю случайно, ребят, вы меня там сильно не обзывайте в комментариях. Потому что, ну я играю с той колодой, с которой имею мало опыта игры. Хотя с мортирой я когда-то играл. Поехали. Одну каточку. Буквально одну. Вот хочу просто... Отличная, да, мортира, ребят? До вышки не достает. Так, ладно. Шарик против нас. Главное, чтобы не лава-шар. Вот лава-шар мне полная контра. Вот у меня только лучницы против лавы. Все остальное, блин, у меня земля. Поэтому я надеюсь, это не лава-шар. Хотя, вы знаете, так как мне везет на контр-колоды, это, скорее всего, она и есть. Ладно, посмотрим. У нас еще есть... Да серьезно, это лава-шар? Да камон! Ну серьезно, ну блин. Мне ее нечем дефать. Да, это лава-шар. Без сомнения вам говорю. Потому что наличие шарика над гробе и лучниц, это говорит о том, что против нас играет шарик с лавой. Так, рыцарь. Отлично. Так, гоблинов уничтожаем. Хотя бы одну тычку. Дай, мортира. Одну тычку. Отлично. Ну, хотя бы одну, ребят. Тычку по вышке мортира наносит. Так, давайте сливаем гоблинов. Дальше ставим мортиру. Ставим мортиру. Так, успеет ли он над гробе поставить? Нет, не успевает. Так, теперь вот вопрос. Лучниц, наверное, шарик оттянем вот сюда. Оттягиваем шарик вот сюда. Лучниц, я думаю, не понадобится использовать. Так, ледяной дух. Отлично. В принципе, задефались. Но, ребят, против лавы я не затащу. Честно, я вот чувствую, сейчас на дваном эликсире пойдет лава. Ну, как мне дефать? Только ракетой, ребят. Ну, это немножко бредово. Так, поехали. Рыцарь. Нет, в принципе, ракетой не бредово дефать, но сложно. Ну да, это лава. Господи, спасибо. Спасибо, Суперсел, вам за то, что вы мне подбираете контр-колоду. Я вам серьезно говорю, с чем бы я ни играл, мне подберется все равно контр-дека. Буду играть я... Так, буду играть с Хогом, будет против меня Торнадо однозначно. Буду играть со своей декой Голем, будет мне Палач плюс Торнадо. Ну, я просто, эта дека мне контрит. Так, смотрите. Оттягиваем с помощью Торнадо. Забрасываем вот сюда вот ракету. Отлично. Так, здесь ледяной дух. Быстренько, быстренько, ледяной дух. Сагрился. Так, рыцарь, быстрее отвлечь, отвлечь. Так, ставим мортиру. Ставим мортиру, здесь у нас пойдут лучницы. Конечно, сейчас фаербол на лучниц прилетит. Так, осталось 1500 здоровья на его башне. Давайте так подтянем всех понемножечку. Так, ракета нужна, срочно нужна ракета. Ай-яй-яй-яй-яй. На ракету не хватает. Поражение. Да блин, что тут? Лава-шар вообще изи контрит мортиру. У меня только лучницы. Может, я, конечно, где-то затупил, но... Ладно, не буду, короче, сливать ему кубки. Конечно, спасибо за лава-шар, серьезно. Я вот единственный думал, ну, хотя бы, если лава не подберется, я думаю, смогу с этой декой сыграть. Вот, серьезно, была у меня такая мысля. И вуаля, подбирается лава. Конечно. Ну, а что же? Оу, не, ребят, надо вернуть. Четыре шестьсот слил. Так, вернем сейчас, чтобы я был спокоен, что... Ну, блин, все-таки парню слил каточку. Неприятно, я думаю. Сейчас вернем кубки, не волнуйтесь. Блин. Так, ракету выбрасываем на сборщик. Выбрасываем на сборщик. Скорее всего, это три мушкетера, потому что рыцарь. Так, здесь бревно. Отлично. Здесь ледяной дух. Да-да, это, ребята, скорее всего, три мушкетера с когом. Вот так вот. Ну что? В принципе, я думаю, так как мы нанесли урон слева ракета, я думаю, что будем оттачить слева. Поехали. Ставим мортиру. Так, в принципе, я должен... Что, простите? Еще и ледяной голем. То есть, у него и рыцарь, и ледяный голем. Достаточно странно, парни. Очень странно. Но смотрите, у меня мортира сагрилась на вышку. Это замечательно. Так, 1600 хп. В принципе, это потихоньку ракетами можно будет добить. Но самое главное, не затупить. Самое главное, не затупить. Так. Ждем его сборщик, пока эликсир не буду тратить. Не будем тратить эликсир, потому что сейчас в любой момент может он выбросить сборщик. Слушайте, давайте нанесем ему небольшой урон ледяным духом. По вышке. Так. Ставит он сборщик эликсира. Отлично. Ледяной дух нанес пару тычек. Ой, каких пару тычек, блин? Я имею ввиду, пару там десяток хп он снес. Так. Четыре зрителя наблюдают за моей атакой. Ничего себе. Какой я популярный. Так. Давайте поставим мортиру. Приготовим рыцаря. Здесь у нас пойдут лучницы. Уничтожаем ледяного галя. А вот и они. Вот и они. Так. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так вот. Вот так вот сделаем, чтобы мортира хотя бы тычку дала. Отлично. Тычку мортира дала. Так. Теперь. Бревно. Бревно. Не, бревно тратить не буду, потому что у него банда гоблинов есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там смотрите, что справа происходит. Кромсают. Атакуют. Помогите. Спасите. Так. Ставим мортиру теперь на деф. Ставим мортиру на деф. Ну и просто не пропускаем мушкетеров. Мушкетеров на одну сторону стягиваем, чтобы мортира оттачила именно их. Так. Он рыцарем переагрил? Фух, нет. Так. Здесь у нас рыцарь. Здесь у нас лучницы. Так. Замечательно. Дефаемся. Пока дефаемся. У нас уже есть вторая мортира. Нам бы как-то ракетой добивать его. Но как? Как его добить ракетой, парни? Так. Давайте с помощью торнадо стянем их всех в одну кучку. Здесь у нас бревно. Так. Здесь у нас рыцарь. Рыцарь. Так. Хорошо. Давайте прокрутились мы уже до второй мортиры. Ставим мортиру в атаку. Ставим быстренько мортиру в атаку. И... Блин. Не сагрилась мортира. Не сагрилась на вышку. Так. Ну, потихоньку. Потихоньку мы... Так. Давайте. Крутить, короче, деку. Ой-ой-ой. Бревно не туда. Бревно не туда. Но лучницы, надеюсь, меня спасут. Так. Отлично. 1400 хп. Парни. Давай мортира. Отлично. Мортира сагрилась на вышку. Забрасываем ракету. И, в принципе... А, ракета же девятого уровня. Лол. Надо еще одна ракета. Так. Блин. Блин, ребят. Я тут... Я тут... Реально затупил. Рыцарь сюда. Так. Здесь ледяной дух. Так. Гоблины. И все. Мне осталось одну ракету выбросить. И победа. Да. Все. Полетела ракета. Отличная игра. Было, конечно, немножко напряжно. Но, в принципе, против трех мушкетеров изи. Я ему контра. Вот здесь реально я ему контра. Все, ребят. На этом буду выпуск завершать. Вернула ему обратно кубки. Поздравляю Диму с третьим миллионом. С тринадцатым уровнем. Прокачивается парень быстро. Сколько он уже на фарме в испытаниях? 144 тысячи карт. У меня, для сравнения вам, у меня 200 тысяч. То есть он скоро меня по прокачке догонит. Все, ребят. Буду на этом завершать. Если вам выпуск понравился, ставьте Лукас. Подписывайтесь на канал. Ну и ждем четвертый миллион от Димы. Спасибо всем. До новых встреч. Пока, пацаны. И девушки.